В эфире телекомпания «Город», программа «Семь минут» и в гостях у меня сегодня Лариса Николаенко, руководитель общественной организации помощи детям-инвалидам. Свой путь, Лариса. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Насколько помню, 3 декабря был день инвалида. Ну, конечно же, это не профессиональный праздник, но тем не менее это какая-то точка отсчета. Да, это точка отсчета. И все, кто работают с подобной категорией детей, естественно, вспоминают пройденный год и начинают не то что планы на будущее, но тем не менее как-то заглядывать в будущее. И вспоминать, что же произошло за этот год в отношении детей-инвалидов. Ну, я бы сказала, что произошло за последний год, но, наверное, все-таки очень много и в этой среде изменения были. Нельзя сказать, что год прошел тихим, незаметным. Нет, он был бурным этот год. Но бурным в разных отношениях. И в позитивном плане, и в не очень позитивном плане. Ну, я люблю заканчивать свои разговоры все-таки на позитивной ноте, поэтому, может быть, скажу о том... Начнем с плохого. Да, начнем с плохого. Ну, не совсем с плохого. Нельзя так горько смотреть на жизнь, мне кажется, но тем не менее. Вот что касается прошлого года, по нашей работе. Мы заметили, что детей... Может быть, это, конечно, не последний год, это последнее время, может быть, так скажем. Детей с очень сложными нарушениями, со множественными нарушениями психо-физического характера становится все больше и больше. А почему? Факторов очень много, и это отдельная тема, которая поднимается специалистами, которая исследуется на международном уровне уже давно. Ну, первым фактором, которому отдают предпочтение, это генетические нарушения. Ну, генетические нарушения, не надо долго объяснять, связаны, наверное, все-таки с изменением природы, которую мы обижаем, а природа, в общем-то, отвечает тем же. А это уже, сами понимаете, тема глубочайшая, да? Но мы говорим о том, что сейчас имеем, вот то, с чем мы сейчас сталкиваемся. Это сильно удручает, но удручает еще и следующий этап. То, что детям с такими сложными диагнозами и проявлениями их нарушений, недостаточно специалистов, способных оказать своевременную помощь. Не только своевременную помощь, а диагностику правильно осуществить в нашем городе становится достаточно сложно. Вот, ну, не знаю, как правильно сказать, наука не успевает ли за реальностью, или реальность так быстро, стремительно, что за ней мало вообще кто успевает. Но это тоже факт. Вот, часто проходит время, годы, когда можно многое сделать для ребенка, а время уходит, и усложняется весь процесс его судьбы, что самое серьезное. Вот, а в положительном плане нужно, конечно, сказать, что правительство нашей страны как-то в этом году очень повернулось в сторону инвалидов. Нельзя сказать, что все решилось, и многое уже решилось, но те законодательные акты, которые были приняты, они все-таки обнадеживают и нас, специалистов, и родителей в первую очередь. Я думаю, что если все будет выстроено, весь механизм реализации этих законодательных актов, ну, правильно, здравомыслящим таким образом, то мы, наверное, сможем многое решить для этой категории детей. И еще ситуация тоже радует, это на местном уровне, ну, сами понимаете, законодательные акты, это законодательные акты, хорошо, когда они начинают исполняться еще. Так вот, мне бы хотелось сказать все-таки о том, что на местном уровне представителями исполнительной власти, представителями администрации эти акты все-таки выполняются. И то, что не государственные, не коммерческие организации социально ориентированного профиля могут сейчас получать субсидии, гранты, какую-то поддержку со стороны администрации, это вот большое спасибо. Спасибо. Плюс ко всему, ну, не знаю, лет пять назад такого не было точно. Наша организация существует с 2006 года, поэтому у меня есть возможность говорить, что было семь лет назад, а что вот сейчас? Сейчас все-таки органы власти, то есть тот уровень аппарата все-таки прислушиваются к тому, что говорят люди, работающие в этой специальности. И какой-то диалог осуществляется, которого раньше не было. Раньше все было с закрытыми дверями, сейчас организовываются круглые столы, открытые какие-то там совещания, нас спрашивают, мы предлагаем. Это очень радует, потому что иначе вопрос не решить. Ну вот это то, что касается прошедшего года. А какие планы на будущее? То есть, можно сказать, новый отсчет пошел, да, вот с 3 декабря этого года. Какие планы? Да, планы, конечно, есть, и страшно, конечно, замахиваться на что-то очень глобальное, хочется делать все пошагово, но при этом иметь некую сверхзадачу. Так вот, что касается сверхзадачи, то есть мы для себя, вот как специалисты, работающие в нашей организации, понимаем, что для того, чтобы оказать грамотную, компетентную помощь и своевременную детям, появившимся, да, в нашем городе. Для этого, конечно, необходимо повышение уровня знаний, уровня вот этой компетенции, ну, фактически на всех звеньях структур, которые сопровождают ребенка, начиная от роддома, ну и заканчивая, естественно, там, мы не будем говорить, когда заканчивая, да, то есть эти дети требуют сопровождения всегда. Так вот, что касается начального этапа, то очень важно, чтобы и медсестры, ну, медперсоналы, начиная с медсестер в роддомах, аккуратнее вообще просто обращались с детьми, не с детьми особенно, с особенностями развития, а вообще с детьми, потому что это является порой причиной каких-то нарушений, чтобы детей не забирали при каких-то там патологиях в роддомах от мамы. Это было сказано уже на трибунах очень профессиональными людьми, как это влияет на нарушения у детей, вот на дальнейшее их развитие. Это я говорю о первичных шагах, да, ребенка на земле, и дальше, если какие-то происходят, ну, проявления в ребенке непонятные, то педиатр должен тоже знать, куда направить этого ребенка, к какому специалисту, к логопеду, к дефектологу, к невропатологу или к лечебному педагогу. То есть вот этот вектор направлений, правильно выбранный, он решает все для ребенка. Можно не сделать ничего и можно сделать очень многое только от этого выбора. И в связи с этим мы сейчас с педуниверситетом, с кафедрой практической психологии пытаемся создать такой план, повышающий уровень компетенции представителей разных профессий, связанных с детьми. И мы хотим произвести такой ежемесячный открытый публичный лекторий с привлечением хороших, давно работающих, практикующих специалистов для представления им информации, что поможет, в общем-то, людям сделать дальнейший выбор и дальше развиваться в своей профессии, помогать детям. Вот насколько знаю, в декабре состоится День открытых дверей. Да, мы не успели подготовиться к 3 декабря, поэтому чуть-чуть отодвинули наше мероприятие. 9 декабря мы проводим День открытых дверей и приглашаем всех желающих. В 12 часов начала нашего мероприятия здесь будет представлен видеоролик о нашей организации, о ее прошлом, настоящем, о наших планах. Небольшой концерт детей и педагогов, выставка, экспозиция работ, ну и, я думаю, что-нибудь еще. Ну и круглый стол с вопросами и ответами. Ждем вас всех, гости. Желаем... Еще раз напомним, 9 декабря. Да, 9 декабря. Надеемся, что у нас будут гости. Спасибо за такую интересную беседу. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня была Лариса Николаенко, руководитель общественной организации «Помощи детям и инвалидам. Свой путь». В эфире телекомпания «Город», программа «7 минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»